Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем серию репортажей о нашей конференции, 10-й международной конференции воспитания и обучения детей дошкольного возраста, где мы общаемся с нашими модераторами, руководителями секции, и они нам раскрывают тайны, занавесы о секциях, на которых вы будете. И сегодня у нас в репортаже будет участвовать Ирина Ильинична Комарова. Она представляет секцию развития детской одаренности в системе дошкольного образования. И мы с ней поговорим как раз на тему, что же такое одаренность. Одаренность имеет различные понятия, подходы к понятию одаренность. Ирина Ильинична, не расскажете нам? Знаете, на самом деле так много различных теорий в отношении одаренности. И кто-то принимает этот термин, кто-то этот термин не принимает. Существует много замещающих терминов, типа талант, способности. Очень много по-разному относятся к одаренности. И мне бы не хотелось сейчас давать это определение, потому что на самом деле оно не так важно. Сегодня в мире формируются новые подходы к одаренности. Над этим работают большие коллективы исследователей и крупные международные центры. И то, что сейчас делается в мире в этом направлении, очень интересно и архиважно. Не только для развития детей, хотя, наверное, это определяющее, но в основном побуждает мировое сообщество к этому как раз вопрос о развитии экономики. Недаром сегодня даже появилось такое словосочетание, как битва за таланты, потому что считается, что для адекватного развития экономики, для развития конкурентности различных стран именно одаренность, талант, способности важны, стоят на первом месте. Но не просто одаренность, талант, способности важны, а важны именно одаренность, талант, способности применительно к дошкольному возрасту. Для того, чтобы, извините, мы в школьном возрасте могли отбирать детей, кто у нас более талантливый, мы должны сначала воспитать детей. Фактически недаром все говорят, недаром наша концепция, принятая в нашей стране, начинается с эпиграфа, что одарены все дети. Собственно говоря, что совершенно справедливо. И исследования это подчеркивают. На самом деле у нас в стране ведется большая работа по развитию талантов, способности, одаренности, как ни назови. Я в данном случае не буду останавливаться на этом. Но задача этой секции показать различные направления, различные школы, которые работают в этом направлении, показать различные практики. Потому что сегодня одна из практик по работе с одаренностью, как одна из лучших управленческих практик, внесена в смарт-теку. Это как бы такой каталог лучших управленческих решений, которые ведет агентство стратегических инициатив. И вот результаты работы в этом направлении, результаты команд, которые, команд воспитателей, которые работают с одаренными детьми. И вот это тема, которая будет обсуждаться на нашей секции. Мне представляется это очень интересным, захватывающим. Поэтому я вся в предвкушении. Спасибо большое за интересный рассказ о вашей секции. Ну а мы вас ждем всех на нашей конференции. Ну и в том числе, конечно, на секции про одаренность. Спасибо большое за внимание.